Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и только что произошло это событие. Произошло то, чего я так долго ждал, во что, можно сказать, даже не верил. До сих пор не могу поверить, я в шоке. На канале 200 тысяч. У меня руки трясутся, я не знаю, что сказать. Мандраж какой-то начался. Большое спасибо, большое спасибо. Это реально круто. Биткоин пампится выше 49 тысяч долларов прямо сейчас и находится в крайне важной точке за последние 3 месяца. Цена биткоина обозначила уровень 0,5 по Fibonacci в качестве своей поддержки, но это еще не конец, ведь эта недельная свеча еще не закрылась. Закрывается она буквально на протяжении следующих 40 часов, и это будут самые важные 40 часов, которые и определят движение биткоина. Моей целью все еще является золотое сечение по Fibonacci вот здесь, в этом диапазоне. Именно сюда я ожидаю движения цены биткоина. Если ты смотришь мои видео, ты об этом знаешь. Кстати говоря, именно в этом диапазоне золотого сечения по Fibonacci находится и вторая цель по CPR, которую мы ожидаем уже несколько недель. Интересно отметить то, что первая цель по CPR вот здесь все же умудрилась стать уровнем поддержки для биткоина после того, как он несколько раз пытался ее пробить и в конце концов сделал это. Поэтому я ожидаю, что и вторая цель по CPR все же нами будет достигнута, а это 51 тысяча долларов приблизительно. Если 51 тысячу долларов удастся взять, то следующей целью биткоина будет 59 тысяч долларов. В случае, если цена биткоина сейчас умудрится превратить вот этот уровень в уровень поддержки, а как мы видим, цена биткоина очень сильно пытается это сделать, свечи идут прямо по этому уровню. Мы можем ожидать продолжения роста и достижения второй цели по CPR. Почему этот уровень так важен? Потому что на протяжении всего 2021 года он служил в качестве поддержки вот-вот-вот и вот. И лишь в мае был пробит и превращен в уровень сопротивления, который все никак не мог пробиться в августе этого года, но сейчас мы топчемся прямо по нему. И поэтому биткоин находится в очень важной точке за последний год. Итак, если этот уровень прямо сейчас становится поддержкой, я ожидаю сценарий, похожий на этот. Если эта фигура отыграет, так как в теории, то целью движения цены биткоина из нее будет высота этой чаши. Высота этой чаши может привести цену биткоина до невероятных отметок в 102 тысячи долларов. Условие для этого очень простое. Нужно превратить этот уровень, которыми весь август пробить не можем, в поддержку. Вот этот уровень. Затем преодолеть еще три уровня 51 тысяча, 59 и 63 тысячи долларов. При этом, как мы видим в теории, при достижении отметок крайнего локального хая, мы видим всегда откат цены. Поэтому и сейчас, если цене биткоина удастся достичь отметок крайнего локального хая, мы можем увидеть сначала откат, а потом продолжение роста, как это сказано в теории. В пользу этого сценария говорит также и фигура расширяющегося дна, о которой мы уже говорили. Которая, похоже, тоже отыграет, если цена биткоина останется выше этой линии брейкаута. Целью движения этой фигуры является 56 тысяч долларов. Еще раз сравни, как это выглядит в теории и как это выглядит на практике. Очень похожая ситуация. Это что касается среднесрока. Нам очень важно удержать 49 тысяч долларов в качестве поддержки. Но неделя еще не закончена. Нам нужно увидеть закрытие этой недельной свечи выше уровня 0.5 по Фибоначчи. Также при достижении золотого сечения по Фибоначчи обычно случаются коррекции. Об этом мы уже говорили в прошлых видео. Кроме этого, мы говорили о том, что из трех целей по CPR, вот первая, вторая и третья, именно вторая всегда являются сильнейшей линией. Либо поддержки, либо сопротивления. Если цена актива на росте подходит к этому уровню снизу вверх, тогда это сильнейшая линия сопротивления. И наоборот. Поэтому после достижения второй цели по CPR мы можем ожидать небольшой откат. Кроме этого, о возможности коррекции на краткосроки говорит нам и медвежья дивергенция на RSI. Как мы видим, цена биткоина находится в восходящем тренде, в то время как RSI находится в нисходящем. Это медвежья дивергенция, которая может говорить нам о том, что на краткосроке может быть коррекция цены. Так что на краткосрочной перспективе, я думаю, мы увидим еще откаты на пути к нашим целям. 5 мая 2021 года я купил такую криптовалюту, как Аваланча. Не помню, что мною двигало, когда я это сделал. Тем не менее, после моей покупки я недолго радовался вот этому взлету. Ведь получил вот это падение ниже 10 долларов. Практически в 5 с чем-то раз упали мои инвестиции в эту криптовалюту. Поэтому я просто забыл про нее и про потерянные деньги. Пока вчера мне один коллега не написал, посмотри, что происходит с Аваланча. Я зашел и немножечко шокировался вот этим параболическим движением. Цена Аваланча просто-напросто взорвалась. Она доросла на пике почти до 50 долларов. И совсем немного осталось до того, чтобы преодолеть исторический пик в 61 доллар. Я думаю, что если биткоин продолжит свое движение вверх, мы вполне можем дать еще процентов 30 или 50 по этой криптовалюте. Но я решил продать половину своих Аваланча прямо сегодня. Просто хочу немного себя обезопасить. Все-таки сидеть в минусах в 5 раз так долго не очень приятно. Все остальные монеты, которые я не продал, я оставил в этом активе. Пусть себе лежат. В общем-то, это даже не тема этого видео. Сегодня я хочу поговорить про совершенно другое, а именно о том, как 9-ти триллионный долларовый кит пампит криптовалюту прямо сейчас. А конкретно биткоин. Это самый крупный управляющий активами в мире, но кроме него есть еще некоторые фигуры, которые пампят крипту прямо сейчас. Причина этого пампа заключается не только в том, что технически биткоин выглядит неплохо. Впервые с мая этого года биткоин преодолел 48 тысяч долларов. Это одна из самых больших линий сопротивления, которая сейчас обязана стать поддержкой. И закрытие недельной свечи решит все. Кроме этого и МакДи также зазеленел впервые с апреля и показал вот это позитивное пересечение. Все это очень хорошо, но за последние несколько дней крупнейшие управляющие активами пришли на рынок и начали вкачивать в него сотни миллионов долларов. Мы видим, как крупнейшие в США банки Уэллс Фарго и Джей Пи Морган анонсировали свои собственные биткоин фонды и уже подали заявки на их создание в комиссию по ценным бумагам и биржам США. Джей Пи Морган и Уэллс Фарго предполагают возможность безбанковского криптовалютного будущего. Безбанковского криптовалютного будущего. И поэтому прямо сейчас инвестируют миллионы в крипто стартапы. Также Биони Меллон, тоже крупный банк, объявил о планах формировать новую команду, которая будет работать над собственной цифровой платформой для хранения криптоактивов. Морган Стэнли прямо сейчас тоже готовится сделать ставку на биткоин. Кстати, Уэллс Фарго и Джей Пи Морган также заключили партнерство с платформой Нью Йорк Диджитал Инвестмент Групп, которая занимается тем, что предоставляет институциональным инвесторам возможность инвестировать в цифровые активы. Как мы видим, Уэллс Фарго и Джей Пи Морган агрессивно заходят в биткоин. И это интересно, ведь это те люди, которые сравнивали инвестиции в биткоин с золотой лихорадкой. Это те люди, которых считают самым большим врагом биткоина. Это они сейчас вкладываются в крипто стартапы, в компании, связанные с биткоином и сам биткоин. И это не самое интересное. Самое интересное то, что я сейчас собираюсь тебе показать. Такого лицемерия я вообще не видел. Но сначала осталось всего два дня для предзаказа моей книги. По ссылке в описании ты можешь это сделать до завтрашнего вечера включительно, со скидкой в 50%. Если тебе не понравится моя книга исследования, я гарантирую возврат 100% средств до конца сентября. 97% получаемых мной сообщений позитивные. Я хочу поблагодарить всех, кто пишет мне это в телеграм. Мне правда греет эту душу. Я рад, что тем, кто эту книгу уже получил, она понравилась. Это тот труд, в который я вложил абсолютно все свои силы, на который я не пожалел своих денег, отдался полностью и, конечно, мне приятно, что она кому-то нравится. Ссылка в описании. А теперь поговорим про BlackRock. Это крупнейший управляющий активами в мире на сумму в 9 триллионов долларов. Обязательная регистрация в комиссии по ценным бумагам и биржам США от 30 июня 2021 показывает, что BlackRock, крупнейший управляющий активами на сумму в 9 триллионов долларов под управлением, приобрел значительные доли в двух биткоин-майнерах. 6,71% в Marathon Digital и 6,61% в Riot Blockchain. Это очень массивные новости для биткоина. Крупнейший управляющий активами в мире массивно заходит в компании, связанные с его добычей. Я думаю, что это только начало. Сейчас они только нащупывают почву. Но отметь у себя в уме эту дату. 30 июня 2021 года. Вот когда появилась регистрация этих инвестиций в комиссии по ценным бумагам и биржам США. 14,14 июля 2021 года управляющий директор BlackRock Лэрри Финг дал интервью с NBC, в котором он сказал весьма противоречивую вещь. Еще раз, это случилось в середине июля 2021. Он сказал, мы в BlackRock видим очень низкий интерес и спрос на криптовалюту в последнее время. Это случилось 14 июля 2021. Забавно, да? 14 июля он говорит, что мы видим очень низкий спрос на криптовалюту. Но за две недели до этого интервью BlackRock подает заявку в СЕК про покупку биткоин-майнеров. Если интерес был таким низким, как говорит Лэрри Финг 14 июля 2021, то зачем 30 июня 2021 инвестировать почти 400 миллионов долларов в криптовалютные компании, которые занимаются добычей биткоина? Какие же вы манипуляторы и лгуны, а сейчас не финансовый совет. Если ты зашел в биткоин и эфириум, даже в 2017 году я хочу тебе сказать, красавчик, ты обогнал даже самые умные деньги на этой планете, такие как BlackRock, крупнейший управляющий активами, ты обогнал и его. Они теперь жалеют, что не вошли раньше. Мы говорили о том, что Питер Шиф жалеет, что не вошел раньше. Сегодня мы говорим про крупнейшие банки, которые только лишь в 2021 зашевелились. Ты зашел в эту сферу, например, в 2017, ты круче, чем все они. Вот что случилось, если ты этого не понял. И теперь, когда они здесь, они догоняют тебя. Единственная вещь, которая потенциально является лучшей для них инвестицией, для всех этих институционалов в ближайшие 10 лет, это биткоин или эфириум. Я уверен в этом на 99%, так что, если ты сейчас инвестируешь в Cardano, Аудиус или Тезос или другую криптовалюту, то ты не просто обгоняешь их. Ты фактически убежал далеко-далеко вперед. Ведь после биткоина и эфириума все они тоже рано или поздно перейдут на Cardano, Polkadot, Solano, Аудиус и так далее. Опять же, я не призываю тебя никаким действием. Просто подтверждаю факт, мы зашли сюда намного раньше, чем крупные ребята и самые умнейшие деньги на этой планете. И пусть мы еще не достигли своих поставленных целей, пусть мы еще не дошли до своей мечты, нам уже есть чем гордиться. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании. Делись видео с друзьями, комментируй и обязательно Богатей. До скорого.